Библейский портал экзегет.ру представляет В седьмой главе Иеремия нам конкретно это объясняет. Вот слово, которое было Иеремия от Господа. «Встань у ворот дома Господнего, ну то есть храма, и возвести там такое слово, скажи. Слушай слово Господне, вся Иудея, слушайте все, кто входит в эти ворота, чтобы поклониться Господу». Почему около храма он это говорит? Более того, на входе. Ну, люди бывают разные. Некоторым людям все равно. Они, допустим, там на рынке и дома, и в поле где-то. А кто-то в храм ходит, кто-то поклоняется Богу, у кого-то есть к этому тяга. Вот им можно попытаться что-то объяснить. «Так говорит Господь, воинство Бога Израиля. Сделайте благими ваши пути и деяния, и тогда я оставлю вас жить на этом месте. Не доверяйте лживым словам. Вот он, храм Господний, храм Господний, храм Господень». Да вот можно повторять без конца одно и то же, и себя успокаивать у нас в святыню, за нас Господь. За нас Господь. Кто только не писал. Солдаты вермахтанов во Вторую мировую писали «Год митунс, Бог с нами» на своих пряжках ремня. Но очень трудно поверить, чтобы это было правдой. Вот люди часто пользуются какими-то священными символами для того, чтобы себя оправдать. «Если вы сделаете благими ваши пути и деяния, если вы будете вершить правой для каждого суд, если чужеземцы, сиротой, вдову не будете притеснять и кровь невинную не будете проливать на месте этом, если не будете поклоняться богам иным во зло себе, ну, стандартный набор обвинений, обратим внимание, что социальная справедливость и поклонение единому Богу – это два столпа, казалось бы, разной вещи. Можно поклоняться единому Богу и при этом быть жестоким и несправедливым угнетателем, а можно быть человеком очень милостивым, добрым, творить хорошие дела, но при этом быть язычником. Вот ни то, ни другое по отдельности не проходит, надо сочетать. И это принципиально важно. Пророки на это всегда обращают внимание своих слушателей. Нельзя верить в Бога и угнетать человека. Это не работает, это бессмысленно. «Тогда навечно я оставлю вас жить на этом месте, на земле, которую я дал вашим отцам. Наполагайтесь вы на лошадь, и не будет от этого пользы. Крадете вы, убиваете, прелюбодействуете, клянетесь ложной, воскуряете ваалу, поклоняетесь богам иным, которых вы не знали. Потом приходите, встаете предо мной в этом доме, над которым провозглашено мое имя, и говорите «мы спасены». То есть участие в ритуале, приход в святое место, как будто сам в себе гарантирует спасение. «Чтобы и дальше творить все эти мерзости. Дом, над которым провозглашено мое имя, вы считаете, стал логовым разбойничьем. Я все это вижу, говорит Господь. Идите же в Силом, на то место, где я сперва назначил пребывать моему имени. Посмотрите, что я сделал с Силомом из злодейства Израиля, народа моего». Силом – это один из древних центров священных до Иерусалима. Там тоже пребывал Ковчег. История про пророка Самуила разворачивается. Ничего этого не осталось. Так и в Иерусалиме не останется, если будут так жить. А теперь, за то, что вы творите, все это говорит Господь. «Хотя я говорил вам, говорил вновь и вновь, но вы не слушали. Звал нас, но вы не отвечали. За это с домом, над которым провозглашено мое имя, с домом, на который вы уповаете, с местом, которое отдал вам и отцам вашим, я сделаю то же, что и с Силомом. Я отрину вас, как отринул ваших братьев, потомков Ефрема». Силом, к тому же, расположен в Северном Израильском царстве, Иерусалим в Южном Иудейском, и Северном уже разрушено ассирийцами. «А ты за народ этот не молись». Это уже обращение к пророку. «Не плачь о нем, не возноси мальбу, не проси меня, я не стану тебя слушать». «Что это Господь такой капризный». Да нет, он показывает Иеремии, что и это не вариант. Вот они приходят в храм, они участвуют в жертвоприношениях всевозможных. Еще у них есть пророк, который за них молится, но и это все само по себе не действует. «Разве не видно, что творят они в городах Иудеи, на улицах Иерусалима? Дети дрова собирают, отцы огонь разжигают. Женщины месят тесто, чтобы приготовить жертвенный хлеб плодыщицы неба». Очевидно, некоторые ритуальные хлебы, само его приготовление, есть уже участие в языческом обряде. «Богам иным возлияние они совершают, чтобы меня уязвить. Но меня ли они уязвят?» – говорит Господь. «Самих себя уязвят. Себе на позор». «Потому так, говорит Господь Бог. Яростный гнев мой зальется на это место, на людей и животных, на деревья полевые, на плоды земли. Будет он пылать, не погаснет». «Так, говорит Господь Бог воинств, Бог Израиля. «Приносите жертву, всесожжение совершайте, ешьте жертвенное мясо. Но когда я вывел вас из Египта, не говорил я вашим отцам об этом, не давал им заповеди о всесожжениях и других жертвах. Как это не давал на горе? Сион дал». Да, но это было потом. То есть, когда Моисей выводил израильтян из Египта, еще этих отдельных каких-то заповедей о жертвах нет. Но там была пасхальная жертва, но это такое как бы разовое событие. А вот смотрите, когда Израиль выходил из Египта, такой высший момент его единения с Богом, еще этого культа не было. Никто не знал еще, что он будет. Значит, можно без него. Лишь одно я им заповедовал, без чего нельзя. «Голосу моему повинуйте, я буду вашим Богом, вы будете моим народом. Во всем поступайте так, как я повелю вам, и будете вы благополучны». Но не слушали они, не внимали, поступали по своему разумению, по упрямству злых сердец своих. Повернулись ко мне не лицом, а спиною. «С того дня, когда вышли ваши отцы из Египта, и до ныне я посылал к вам рабов моих пророков, посылал вновь и вновь, но не слушали вы меня, не внимали. Сделались вы упрямо, стали еще хуже, чем ваши отцы. Ты скажешь им все это, но они тебя не послушают. Будешь звать их, но они тебе не ответят». А зачем тогда? Не проще ли сразу их уничтожить? Ну вот есть некоторый ответ. «Тогда скажи им, вот народ, что не повинуется голосу Господа, Бога своего не принимает наставления. Погибла правда, и хуста отвергли ее. Косы свои отрежь и выбрось, огласи холмы похоронным плачем, оба отверг Господь и покинул поколение это, на которое он разгневан». То есть, смотрите, Иеремия говорит, что Господь призывает народ к покаянию, к изменению своей жизни, даже если это не работает, по крайней мере, вот в том бедствии, которое грядет, они увидят последствия своего греха. То есть, до последнего. То есть, вот если покаялись, изменили жизнь, то пойдет все по-другому. Если не покаялись, не изменили, пойдет все так, но, но, и это очень важно, они поймут, почему это так пошло. Да, вот, все равно это педагогика, все равно это попытка воспитать народ таким или иным способом. «Сыны Иуды творят зло предо мною, говорит Господь. Они поставили мерзости свои в доме, над которым провозглашено мое имя, и теперь он осквернен, имеется в виду языческие идолы и прочие культовые предметы. Построили некапище в Тофите, в что долине Бенхенном, чтобы сжигать в огне своих сыновей и дочерей. Жертвоприношения, да, в том числе детей, это часть религии Ханаана, часть вот этой ближневосточной религии. Этого я не заповедовал. Сердцу моему это не угодно. «Потому нас станут дни, говорит Господь, когда это место будет называться не Тофита, не долина Бенхенном, а долина Резыни, и для могил в Тофите уже не хватит места. И трупы людей из этого народа станут пищей для птиц небесных и зверей земных, и некому будет отогнать птиц и зверей. Я заставлю умолкнуть в городах Иудеи и на улицах Иерусалима голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, и эта земля обратится в пустыню». Ну и дальше в восьмой главе будет более подробно об этих бедствиях.